Омск Омск, в первую очередь, это город, который меня создал. Если бы я родилась, скажем, не в Омске, а в каком-то другом крупном городе, то, скорее всего, я бы продолжала работать маркетологом, промышленным специалистом на каком-то большом предприятии, радовалась бы своей зарплате и продолжала бы путешествовать раз в год. Именно потому, что Омск такой достаточно депрессивный город, откуда постоянно хочется куда-то уехать. Я изменила свою жизнь, я уж уболилась с работой, открыла свой собственный бизнес. И теперь я уезжаю из города, путешествую где-то примерно 7-8 раз в год. Всем привет! Екатерина Братцева, тревел-блогер. Создатель агентства нестандартных путешествий «Сёрфари». Начала заниматься бизнесом в 23 года, посетила более 60 стран, организует тематические путешествия и групповые туры. Люди не понимают, что сбежать откуда-то, в какой-то другой город, не означает улучшение твоих жизненных условий. Благодаря вот той обстановке, которая есть в нашем городе, мы и можем строить и менять свою жизнь. Омск кует людей, то есть люди, которые родились в Омске, изначально более сильные, более выносливые и более уникальные. То есть если ты смог сделать себя в Омске, в другой любой стране, ты в городе любом другом, ты можешь вырасти до супер каких-то высот. Если ты сделал что-то здесь и добился какого-то успеха, то ты добьешься успеха везде. Поэтому сбежать из Омска просто так, но нет смысла. Есть смысл добиваться каких-то еще вершин. Я училась на факультете международного бизнеса. Я была промышленным маркетологом, и мне очень нравилось работать в промышленности, заниматься именно B2B-маркетингом. Мне нравилось ездить на выставки, но я понимала, что предприятия постепенно загибаются. Здесь нет такого творческого развития, как если бы это было на где-то в компании, более крупной компании, где-то в Москве или в Питере. После очередного своего путешествия я поняла, что есть смысл изменить как-то свою жизнь. И никто не изменит ее вместе с меня. Я просто осознала это в один момент. Не было какого-то подготовительного шага, что я шла к этому сколько-то лет или месяцев. То есть это было просто как щелчок. Вот раз и все, и я поняла, что надо. Я приехала и сразу же уволилась. То есть я, наверное, в первый же день подала заявление на увольнение. Месяца два я сомневалась, что стоит ли вот ввязываться в это. То есть мне хотелось возить именно группы, и мне не хотелось открывать собственный бизнес, агентство. Но я поняла, что кроме меня этого не сделает никто, потому что я пыталась обращаться в несколько разных агентств в Омске. И никто не понимал, что в этом есть актуальность, что это будущее. И в свое время мои родные меня поддержали. И я просто открыла агентство через два месяца после того, как вернулась в Бали. И вот уже восемь лет мы работаем. Я не пыталась получить какие-то гранты. Я даже не вникала в это, если честно. Я считаю, что в Омске достаточно легко открыть свой бизнес. И в этом главное преимущество города, потому что здесь все работают по шаблону. Если ты чуть-чуть смотришь как бы поверх этого шаблона, ты хочешь сделать что-то лучше. В первую очередь, я думаю, что многие люди, которые добиваются здесь успеха, они работают не только ради денег и не столько ради денег, как и я, собственно. Мы хотим что-то сделать классное, что-то необычное. И за счет этого, за счет этого нашего рвения у нас все и получается. И мы достигаем определенных успехов, потому что мы просто любим свое дело и хотим как-то изменить тот рынок, на котором работаем. Мое бизнес-образование, конечно, мне помогает в первую очередь, потому что я изучала маркетинг. Но если бы я училась, скажем, на туризме, то это образование никак бы мне не помогло, потому что очень много студентов ко мне приходит из как раз закончивших факультета туризм. И там ничего. К сожалению, пятилетнее обучение никак не связано с тем, с чем здесь мы работаем. Было понимание, что нужно менять, вообще менять этот бизнес, потому что бизнес этот работает уже очень много лет, и узкое количество стран, это в основном Турция, Таиланд, чуть дальше в сторону уже непонятно. Все твои идеи и фантазии – это из разряда «ну иди сам и делай». Изначально мы сделали именно агентство нестандартных путешествий для того, чтобы и предлагать людям какие-то тематические туры, групповые туры, спортивные туры, предлагать людям поездки куда-то на футбол, на музыкальные мероприятия, на концерты, на выставки. И постепенно, постепенно, постепенно мы поняли, что и стандартные какие-то пакетные туры мы тоже предлагаем нестандартные. Мы подходим к этому просто по-другому. Весь дизайн офиса появился благодаря моему влечению досками. То есть я на всем этом катаюсь, и вот самая верхняя доска, вот эта вот доска для сноубординга, была одной моей прям любимой подругой. Пока в свой день рождения в Шрегеше я не врезалась в дерево и не сломала ее. Это мой вейкборд старый. На нем я уже не катаюсь, у меня сейчас есть другой уже. Ну, а это лонгборд. Мы купили его на выставке в Германии, на спортивной. И мы на нем, да, здесь вот катались на площади. О, я люблю все экстремальные виды спорта. Я училась кататься на сноуборде именно в Омске, вообще в Советском парке. Я еще училась в школе, и мы ездили там со сноубордами в школу. На первый курс я ходила в универсу сноубордом после занятий, после пар. Я сдавала его в гардероб. Потом я после пар каталась с этой маленькой горки, 50-метровой. Ну, и теперь я катаюсь во всех горах мира уже, где только не была. Чем больше ты работаешь в этой среде, тем больше ты хочешь путешествовать, тем больше ты хочешь увидеть. Например, вы планируете поехать куда-нибудь, ну, скажем, в Мексику. Вы можете так вот взять, сесть туда пальчиками и расслабиться. И уже почувствовать атмосферу этого пляжа, и выбрать себе пляж по песку, курорт по месту. Сначала эти пески я собирала сама, привозила из тех мест, где я побывала сама. Но постепенно люди, наши клиенты, стали привозить нам этот песок. Нет такой определенной страны, которая бы понравилась всем. Люди все разные, и у людей идеальный отпуск, вообще идеальное путешествие. Оно для каждого свое. Кто-то любит кататься на горных велосипедах, кто-то на лыжах. А кому-то просто нужно такой релакс-место, где просто будет идеально теплое море. Поэтому я зачастую просто понимаю, что нужно человеку за 15 минут разговора. Человек приходит, он не знает, он сам не понимает, что ему нужно. Там друзья съездили в Таиланд, сказали там классно. Но не факт, что ему понравится. Я стараюсь сейчас вести свой блог и такие вещи людям рассказывать. Все больше и больше доносить до людей. Как же все-таки правильно спланировать свое путешествие? Я считаю, что путешествие не должно быть очень дорогим. Не всегда пятизвездочный дорогой отель делает человека счастливым. Я очень часто это вижу. Поэтому самое главное, самое классное в путешествии – это эмоции. И даже если бюджет позволяет взять только там две звезды и три звезды, или какой-то там хостел, это не означает, что ты плохо отдохнешь. В отеле такая красивая очень территория, зеленая. Все украшено цветами. Да мы потом пойдем на площадку. Давай на завтрак сходим сначала. Нет! 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 Ребенок сейчас со мной путешествует. Мы путешествуем с тех пор, как ему исполнилось два месяца. И у него уже на счету где-то около шести стран и 36 полетов. Я считаю, что вообще дети очень легко пристраиваются к полетам, к новой вообще среде. Для них все нормально. Частая проблема, которая возникает у людей, частый миф – спланировать свое путешествие дешевле. А на самом деле это не так, потому что зачастую сейчас на онлайн-сайтах цены завышены. И когда ты планируешь путешествие самостоятельно в страну, которую ты не знаешь, ты ошибаешься, очень много ошибаешься. То есть ты берешь не те трансферы, не те автобусы, не те поезда. И в итоге ты переплачиваешь. Это коллекция моих табличек. Мы ее только начали. До этого мы их не собирали. И у нас уже за несколько месяцев нам привезли сразу же несколько разных табличек. Моя любимая Болифорния, конечно же, с Бали. Вот этот знак стыдно, но его скрутили в Турции. Верблюд из Дубая. Вот недавно нам привезли, пару месяцев назад, из Эмиратов. Ну, это, да, нормальный знак в Эмиратах. Очень актуальный. Осторожно, верблюд. Чем больше путешествуешь, тем меньше начинаешь брать с собой в поездку. И тем меньше начинаешь везти с собой с поездки. Постепенно ты понимаешь, что глобализация проникла во все страны. И все эти сувениры, они одинаковые, абсолютно идентичные. Поэтому нет смысла ничего везти, нет смысла ничего лишнего брать. Если вы едете в страну, где есть шопинг, везите с собой пустой чемодан. Мы сейчас очень много сотрудничаем с молодыми фитнес-инструкторами, с инструкторами по дайвингу, еще с просто людьми, которые могут вокруг себя собирать людей других и вместе путешествовать. И мы организуем эту платформу для них. Совсем недавно у нас было путешествие по Омску для группы москвичей. Мы делали целый тур в Омск. Эта группа была от профсоюзной организации Госдумы. И вот этих вот людей мы отправляли по Омску, им очень понравилось. У нас есть места красивые, которые можно показывать. Просто, конечно, да, у нас еще не доработана именно туристическая инфраструктура. Туризм в Омске можно очень быстро и качественно развить. Просто нужно понять, что есть в городе проблемы. Эти проблемы не решатся очень быстро. Поэтому уже в конце концов не нужно себя убеждать в том, что здесь плохо. Нужно просто взять и на этом плохо заработать. Можно просто сделать какой-то квест, хоррор, тур по Омску. И здесь это сработает просто офигенно. Просто я считаю, что большое упущение, что все пытаются представить Омск только в красивом свете. А он не всегда может предстать именно в таком свете. Надо работать с тем, что есть. И надо на этом как раз делать деньги и зарабатывать. Как говорит мой свекр, вам так повезло, что вы живете в Омске. Мой свекр живет в Швейцарии. И он часто, когда я к нему приезжаю, я просто в восхищении от страны. Я в восхищении от Швейцарии. Я там хожу. И я на каждое здание говорю, вау, боже, как здесь красиво. Он говорит, как тебе повезло, что ты живешь в Омске. Потому что я хожу и я не замечаю. А ты просто, я когда рядом с тобой иду, я сам кайфую. Потому что я уже не, я привык. А я могу оценить, да. Мы все можем оценить. На самом деле здесь свои плюсы и минусы проживания в нашем городе. У меня есть любимая работа. Как бы это ни банально звучало, но это самая крутая работа, которую можно найти, мне кажется. И у меня есть возможность видеть мир. То есть это главная моя мечта и главное мое желание всегда было. Как можно больше путешествовать. Субтитры создавал DimaTorzok